Всем доброе утро. 15 сентября. Среда. Жизнь возвращается в своё русло. В Москве пасмурная погода. Гуляем в парке Музеон. Ой, ветер не очень приятный. Сейчас капюшон накину. Вятки. Выхожу на работу сегодня. Дождя не было. Здесь просто дорожки помыли. Машина проехала. Так. Ну, где-то в Москве 8 градусов сейчас с утра. Взяла кофе в термосе. С термоса пить неудобно на улице. Ну, там, по крайней мере, нужно крышку снять и налить в неё кофе. Банку не беру, из которой пить можно, потому что она как термос не работает. Поэтому взяла в термосе всё-таки дольше горячий кофе будет. Долго болтать не буду, потому что мне уже надо идти. Пока переоденусь. Ещё хотела кофейку попить, горло погреть. Горло у меня, в принципе, прошло. Вот. Ну, горло надо беречь. Сегодня я вот на шею платочек связала. В следующий раз пойду в другой куртке. Там немножко понадёжнее, потеплее чуть-чуть. Ну, она поплотнее садится просто. Там всё ей закрывается хорошо. И капюшон лучше держится на голове. А вот эта вот, которая серо-розовая, у неё капюшон как летунчик. Ветер как дунет, сразу с головы сдувает, ни завязок, ничего нет. Не держится. На другой спортивной куртке синей там хотя бы какие-то завязки есть, какие-то затянуть можно. И шеи закрываются хорошо. А вот эта куртка, она какая-то для более тёплой погоды, скажем так, бестолковая она какая-то. Надо всё-таки, тем более я только что горло болела, переболела. Поэтому мне надо теплее одеваться-то. Ветерок неприятный, но дождя пока нет. Дождь обещают к 9 вечера, но у меня... У нас сегодня вроде короткий день. Сегодня же среда. В среду до 6 работаем. Ладно, ребятки, побегу я. Пока переоденусь, кофейку попью. Естественно, в такую погоду я не буду на улицу выходить гулять. Только горло только... Только долетила. Мне сейчас надо поберечься как-то. Поэтому не буду я тут долго болтать. Лучше завтра утром видео допишу и выложу. Сегодня навряд ли я что-то буду снимать. В общем, всё, ребятки. Всем пока. Начинаются рабочие будни. Скоро будем распределять отпуска на следующий год. В октябре уже начнём списки составлять. Не надо подумать, когда взять отпуск. Я могу взять два раза по неделе и один раз две недели. Я бы на четыре раза поделила, но мне никто не разрешит. Поэтому две недели, скорее всего, я в июле возьму, числа с 15-го. Сначала в Калининград слетаем на недельку, а потом я поеду в Белебей дней на пять. Когда я буду брать две недели, тогда я буду и в Белебей ездить. Вот в этом году я хотела в сентябре поехать, брать две недели. Ну вот я взяла две недели, я просидела эту неделю дома. Короче, в сентябре в Белебей делать нечего. Как, в принципе, и в мае, и в июне там. Ну, мае, июнь. В конце мая можно, а можно даже лучше в июне. В июне там достаточно тепло уже. В июне можно пару недель брать. В июле можно. В августе можно. Ну, в августе уже там прохладно по вечерам. Ну, самый подходящий месяц, конечно, июль. В крайнем случае июль. В июне там хотя бы ягоды эти. Клубника уже в июне есть. Ну, в конце мая. В июле ягоды в лесу. А вот в августе там уже как-то холодно по вечерам. Это надо кучу вещей, куртку тащить. Это я не люблю нафиг. Короче, я теперь буду брать две недели в июле. В первой половине, либо во второй. Одну неделю в сентябре. И вот еще одну неделю, не знаю когда. Наверное, даже не знаю, когда еще неделю брать. Ну, или в июне, или в августе. Ну, вот так вот. Короче, сентябрь одна, июль две. И еще одну неделю. Вот думаю, июнь или август. Наверное, июнь лучше. В начале или в конце. В общем, ладно, ребятки. Все, побежала я на работу. Что-то холодно как-то. Болеть мне никак нельзя. Все. Продолжение следует.